Отвечаю на вопросы и оказывается мне... Откуда начинать будем? А вы будете мне подсказывать, да? Я понял так, что раз зачернили, значит отвечать. Почему засыхает молодые яблони при нормальной влагозарядки почвы? Так, понятия нормальной влагозарядки нет. Есть понятие обильного полива, которое общепринято 200 лет, при этом яблони действительно засыхают. Почему? Значит, есть подводные этажи, не так я оговорился, подземные этажи, их несколько. Там живут черви, грибы, насекомые, много насекомых, там живут микробы, там живут бактерии, вот, черви, самое главное. Они эти этажи и создают, там нормально устраиваться с молодого дерева, но это отдельный большой разговор, устраивается нормальная жизнь с помощью постройки подземных, мы их называем погреба, там тоже. Вот, там, естественно, вентиляция, аэрация, канализация, все в наличии. Вот, когда вы, нормальная влагозарядка, я не говорю, что это ваша проблема, их там несколько, почему засыхает, но вы и сами виноваты, раз упомянули влагозарядки, нет бы нормально написать при нормальном поливе. Нормальным поливом принято два, три, максимум четыре полива, это чаще всего встречается. Это считается нормой с запасом, то есть дектикратным, ну, допустим, раз в месяц, зато залить все водой. При этом уничтожается все. Помните, как черви выскакивают на асфальт, когда длительные дожди? Вот то же самое тут происходит, уничтожается все, вся микрофлора, вот. Но я это сравниваю, выпейте ведро воды тем, кто учит, а потом учите дальше. Не получится, умрете. То же самое происходит. Это одна из причин. Вот для меня, раз уж я начал критиковать, должен предложить нормальный выход. Для меня, а, полив сверху, желательно выше дерева, назовем его дождеванием. Мы повторяем все за Богом. И кто нашел недостатки от полива с неба, то есть, оказывается, дождь вредит. Вот я не буду расширять, это мы дойдем до этого. Дождь вредит, оказывается. Почва уплотняет. Вы слышали такое? Читали? Читали. И не раз. И про полив один раз за месяц, но зато это вот глупость. А нормальная, полив с неба, желательно разбрызгивать. Для этого достаточно сейчас и насосов, и разбрызгающих устройств. И для меня нормально это на 10-20 сантиметров. Все. И так, чтобы эти самые муравейники успели загерметизировать. Муравьи-то видят, что на небе нет вот этих. Они все знают. На небе нет тучи. Вдруг полила вода. Муравейник уничтожен. Муравейник уничтожен. Это листья сгрызенные, сгрызенные, сгрызенные. Вот такая цепочка отсюда идет. От первой глупости до второй, до третьей. Когда уничтожены муравейники. Поэтому полив очень аккуратный и очень небольшой. Оно чаще, может чаще. Но это только потому, что вы упомянули влагозарядку. Так? Влагозарядка как раз подразумевает дикость, когда заряжает. Вы тут залили ее, думают, дерево хорошо. Вот тут-то дерево плохо, так же, как вам, если вас бросить в воду. Вот. Но я длиннее не могу говорить. Так, Антон, еще что-нибудь зачерните, какой-нибудь вопрос. Или самому. Вот. Может быть, вверх смотреть нам надо. Так, какого размера у вас площадь сада, сколько деревьев? После уничтожения, это, конечно, вопрос личный, частный. Пятигектарного сада, вот, там было около двух тысяч деревьев, не считая еще и редких. Вот. Я расширил площадь, покупая землю, отдавая огромные деньги. С десяти соток дачные, ну, это уже в центре деревни Красного Хутора, с десяти до, сейчас уже где-то пятьдесят. То есть полгектара, все. Но на этом растут деревья, питомник, вот. Вот. Вся площадь занята деревьями. Дерево на дереве сидит, дерево подгоняет. Ответил. Как относится к биопрепаратам? Никак. Я не знаю, даже когда и сколько их применяют. Я слышал про корневин, когда-то интересовался, думал, буду использовать его при укоренении. Именно кустарников, культур, и шелковица. Шелковица из семян сразу дикая получается. Вот то, что я говорил, что можно пятьдесят, семьдесят процентов культурных получить, из культурных косточек, семечек, это не относится к яблоням и шелковицам. Шелковицу я получал только дикую, поэтому пришлось учиться укоренять. Корневин покупал, но что-то поленился, так ни разу не использовал. И дуб дубом, вот это прожелезово. Вот. Почему? Потому что земля, даже самая, я пробовал садить глину, я пробовал садить песок, я все пробовал. У меня земля очень бедная, она с десятки лет вывозили картошку, ничего взамен не давали. Так. Беднейшая, на ней хвощи расти, когда я покупал эту дачу, хвощи расти, хвощи. То есть она еще и кислая была. И не было такого густой шопок, такого травяного покрова. Не, жиденько все, хреновенько. Но деревья это по барабану. Вот. Это точно так же, как для нас диета не так уж плохо. Поэтому я отношусь к биопрепараторам никак, потому что я их не использую. Смысла нет. У меня за 30 лет, в самой старом дереве, 30 по 30. Они так и не отечали. Ни одно. Трава. Секрет из секретов. Кость остается на месте. Вывоз скошенной травы, отгребания и сжигания, или там просто уборка. Листвы, дикость, глупость. Вот они биопрепараты. Скошенная трава и листва. Причем таким толстым слоем покрывают. Вот. Скажем, вот у меня деревья подрастали, их почва улучшалась, улучшалась. Кто улучшает почву? Деревья. Вот. Вот это самое главное. Об этом не знает ни один академик. Иначе на черта бы эти деревья мучить этими самыми биопрепаратами и прочее. Но это надо не просто так сделать, а сделать все по железу. Потому что одно дело сказать, другое это еще надо выполнить. Естественно, исключив каторжный труд. Вот. Не знаю, что такое биопрепараты. Я знаю, что их список не найдет лист, не месит. Вот. Это для... Они очень важны, очень нужны только продавцам. Так. Поехали дальше. Есть что-нибудь еще вопросы? Антон Горяевич, если меня слышите, потому что... А, вот. Слива используется культурно, растет 10-9, не плодносит ее вырубить, как хотите, или ждите дальше. Вот. И вы сказали, растет, но вы не сказали, цветет или нет. То есть, цветет, значит, опылять некому. У нас же как? Сливы делятся на подвиды. Вот. Совершенно разные вещи. Представьте себе, на одном созрела тычинка на оленклодах, а на венгерках это, пестик, который должен опылить, не созрел. Ну и как ее это самое? Будет стоять? Или просто некому? Даже и этому... Ну, просто некому опылить. Тут же нет слова «цвела». А если еще и цвела, то есть, а если еще и не цвела, ну, такое, за 10 лет тоже, даже с поросли она... Поросли, наоборот, слива очень быстро начинает свистеть. То есть, быстро она срослеет. В отличие даже от привитых, и в отличие от сенцев. Сенцев можно ждать и 5-6 лет, если не повезет. Повезет 3-4 года. А от водок обычно на 3-й год плода у нас. Это касается вишни, сливы, яблоней, махом. Поэтому, скорее всего, она у вас не опыляется. Ну, видите, мало информации, отсюда и догадка. Начали мы вовремя. Давайте прощаться. Смотрите, я сегодня рассказал о яблонях, и хотя есть пожелания, я примерно то же самое хочу в следующий раз рассказать. О вишнях и абрикосах. Сколько смогу, почему? Во-первых, вишни, потому что раз уничтожили, надо восстанавливать. Как будем говорить? Вот. И второе. Абрикосы – это самая легкая культура, по моим понятиям, да? Вопрос только угадать. Помните, я говорил, что с севера, с юга, с запада. Вот. Холма садить. Это действительно вопрос. То есть затратный. Попробуйте посадить. Если у вас только северный склон, там вы будете иметь, как вот, я знал такой случай, раз в пять лет. Попробуйте посадить тот же абрикос, например, где близко к крутой воде. Я вам посоветую, конечно, терн, я вам посоветую сливу. Вот. Но я не посоветую, кстати, то, что чаще всего используется. Это песчаная вишня. Вот. Бесея. Это глупость, гадость. Знаете как? Тысячи. Вот уже десятки тысяч продано саженцев за много лет. Вот уже сотни тысяч за много лет. Крупнейшим питомникам. Вот уже миллионы привиты. Абрикосы подвоев нет ни черта. Вот. И приводят на что попало. Вот. Не могут вырастить. И вот тут. И получается как? Год за годом идут. И ни одного случая плодношения нет. Вот. Это касается также прививок груши на кустарнике. Вы знаете, какие кустарники. Вот. Это мы тоже будем говорить. И ни одного случая, кроме нескольких плодов, а потом смерть. Вот. Два примера привел. Вот. И таких примеров у меня десятки. И что получается. Надо об этом говорить. Так. Выход искать. А как его искать выход, если у вас серный склон, а вы когда покупали дом, даже не знали. А моя статистика. Раз в три года будет абрикос висеть. Или раз в пять лет. Да, он не будет мяч поварить под заморозки, но извините, ему же тепло надо. Ну и так далее. Все это будем говорить. Кстати, тут еще появились новые вопросы. Пля выжирает все, ничем не несет, только руками давит. Нет. Значит, плея самая легкая. Вот. Во-первых, не связывайте плю с муравьями. Значит, муравейники должны быть даже, хоть у вас пля все выжирает. Огородили, пусть растут. А они любят плю, едят ее прямо аж это. Хрустает. Вот. А то, что они используют ее, ну так же, как мы коров. И доем, и это, и... Они нас повторяют. Мы их, вернее. У них более развитая цивилизация. Мы рядом с ними дурные, натуральные. Любим убивать друг друга. Вот. А они нет. Они работают. Они защищаются. Они жизнью рискуют. Жизнь тратят. Но они только это самое. На выживание своего рода. Вот. Нам такое не снилось. И вот, значит, для них, как для нас корова, мы, значит, коровы это самое. Бифштекс едим, едим. Мы ее и доим. Вот. И они делают то же самое. Это управляемый процесс. Нет муравейников, процесс неуправляемый. Это во-первых. Вот. Дело не в муравьевых, это самое. Это обычная глупость, которая должна попасть... Уничтожаем муравейники, уничтожаем тлю этим автоматом. Глупость, которая должна попасть в энциклопедию дебилизма. Раз. А вот против тли, самое верное средство, это я, великий гуманист, говорю... Я-да-химикаты. Я-да-химикаты. Любые годятся ампулы на 5-10 литров, лишь бы там через запятую было. Для. Вот. Пробуйте на одном кусту или на одном дереве. Почему? Потому что обязательно проверка нужна, потому что бывали случаи. У меня такой один случай был. И я сейчас осторожно, когда я такие письма несколько получил. Когда после, казалось бы, чуть ли не патентованное средство, а дерево после этого, лист уничтожается, осыпается. То есть еще и халтурщиков хватает. На одном дереве попробовали. Тля уничтожена, листья зелененькие, дырок нет от этих. И пожелтения нет от яда-химикатов. Прискайте, иначе это... Потому что у меня тля жрет прекрасно яблони. И поэтому сливы, но не все. Венгерки не жрет, и он плоды круглыми, с круглыми плодами жрет. И никуда не деться, и жрет сильно. Отсюда опрыскивание. Но только молодых деревьев. Прошли деревьев 5-10 лет. А пошла она. Вот сегодня все жрет, деревьев много. Вот, и с какого-то момента я перестаю. Желший сад вообще не опрыскал уже несколько лет. Вообще. Вот раньше я опрыскал меньше, меньше, меньше. Смотрю, ничего страшного, деревья не гибнут. Хотя листья по краям скручены. Я показывал в фильмах. Вот, то есть, это химикат надо. Ну, и второй момент, важнейший момент, уважаемая Ева. Вот. А, нет, это уже не Ева. Так, про это самое. Надо, как вы говорите, жрет. Надо не допускать. Я слежу, следил. Особенно это и сейчас важно. Почему? Питомники скрутят листья и считать они полноценны саджи. Вот тут беспощадные. Но, вовремя. Итак, заправленные планшеты, космические карты. Ой, это уже из другой оперы. Заправленные, значит, в эти баллончики с поляризматором, опрыскивателем. Яд. Вот. Всего-то там, допустим, 2 миллиграмма на 10 литров. Безобиднейшая. И только черная точка появляется на одном из верхних листочков снизу. А это для мамы. Не, ее не приносил никакой муравей. Муравей не в курсе. Вот. Она, у нее крылья, она прилетает, об этом не знает никто, кто учит убивать муравейники. Она прилетает на крыльях. Это для... Высадила из причинки, высадила. И в тот момент, когда она еще не высадила, вы ее уничтожаете. Только верхушечки. Пшик, пшик, пшик. Мне на целый питомник хватало пол ведра вот этого. А пол ведра это всего лишь 1 миллилитр в 5 литрах. Вот так. Потому что я абрикосы не обрискивал никогда, груши никогда. Вот. Но и коротко сказал. Так, можно сливать герку натернуть. Терна, это дико сливок, конечно, можно. Потому что, чтобы терня, он все-таки сильно низкорослый. Чтобы не обогнать его, да. Пожалуйста, это, чтобы он верхний обогнал низ. Там, будем про прыжки говорить, расскажу. Так. Огромное спасибо. Сколько кустов для нормального пыления. У меня первый и единственный куст, он и сейчас есть. Это из той уже, из селекционных, когда я... Знаете, моя селекция. Обошел всех друзей. Выбрал сладкую самую. Это, попробовал, набрал костик, у себя посадил. Тогда не умел садить. Одна взошла, выросла. Одна долго была. Выражаясь сумасшедшим. А пылять некому. Заметьте, а пылять его некому. Я не говорю по-книжному. Я никогда не читал ни одной статьи про Лосовичник. Жирем горстями вкусно. Я же все-таки селекцию провел. Я же 40 кустов проверил. А это куст. 20 лет нормально плодносит. Потом начинает немножко дичать. Вот и все. Значит, получается, мне одна кормила. Ну, зачем им один куст? О, это самое. Нормальное, это... Десяток там косточек выписали. Нормальная, как называется, селекция. Пять взойдет. Ну, и пусть его. Все равно, чтобы наесть себя, соседей, накормить детей. У всех нет, несколько кустов. Особенно первые годы. Пока будет мало плодов. На маленьком кустике. Вот. Так что, ответ мой. Пять, например. Ну, все лучше десять, лучше сто. Знаете, почему я так говорю? У нас уже, когда я сюда приехал, Лосовичник была в каждом саду. Вы сколько их было. А мой приятель, хоть мало того, что инженером работал. Ну, знаете же, советский инженер. Помните этот самый анекдот? Взяли ночью бандиты. Поймали мужика. Выдели кошелек пустой. Спросили, кем работал инженером. Так еще и денег ему дали. Вот. Пожалели. Так вот я к чему говорю. Он на своем Жигулях на рынке прям скупал ведрами. Эту Войву Сувишу девать было некуда. На базаре столько. Отвозил Канц-Катчинск. Продавал стаканами. Возвращался. Большой пачкой денег. Это в советское время уже. Такой бизнес был. Хотя слов бизнес мы не знали. Дальше поехали. Так. Верно ли оно? Если вырос отводок вишни, его не отрезать от дерева, то вишня на материнском дереве будет мельче. Так, минутку. Вишня. У меня. Нет, мои наблюдения не подтверждаются. Есть фильм, где я показывал отводки. Причем сами вылезли. Никто не ухаживал никогда. Никто ни разу не поливал. И на отводках. Ну вот сейчас мы просто зовем время. Мне минут пять надо найти эту фотографию. Где рядом с огромными вишнями стоят отводки. На отводках такие же прекрасные плоды. А на материнском и слов нет. В фильмах видели. Вот. То есть я не верю, что это будет мельче. Нет смысла. Это получается. Почему меньше? Тогда логично, если бы это подтвердилось, что сыночек, вот это дерево, отводочек, который через пуповину с мамой питается, отнимает у нее эти самые качества. Скорее всего, это могло где-то подтвердиться, а где-то нет. Дело в том, что все вишни, а также сливы и сибирки, они имеют ноги. Вот эти отводки, это их ноги. Так? И они ищут место лучше. Как? Они могут пройти, вот, например, где-то когда-то кто-то там в каком-то месте достаточно болотистом посадил косточку или принесли там ураганом, или каким-то образом. Кто-то из посылки достал косточку и плюнул, она выросла. А ей не понравилось. Вот. Она, в двух-трех метрах, допустим, вода. Она до воды доросла, вот, дальше должна погибнуть. Она пошла, дает отводок, это часть дерева. Хотя отводок однолетний, а на самом деле ему столько лет, сколько маме. Это все одно целое. Отводок дался, отводок, отводок дал. И она пошла искать, что лучшее место. Мне понравилось, когда один человек мне рассказал в этом письме, написал, что у него отводок залез в это, в теплую эту самую, в теплицу. Вот. Нашел, что искал. в теплую теплицу. Ладно. Короче, может это так, может не так, но те отводки, которые у меня растут, то так точно такие же, как и на взрослых деревьев. Так, что там еще? Надо вниз ехать. Ага. Это мне пометил, наверное, Сафрона. Вы ничем никогда не обрабатываете костюки перед посадкой. В частности, Дёг тем не мазали. Нет. Дело в том, что у меня отгрызунов проверенные средства. Еще раз говорю, я никакой не гуманист, который мне считает. Я покупаю отравленное зерно в СЭС, раскладываю по бутылкам и по всему саду, которому моложе с 6-7 лет. Вот. И значит, вот как они до 5-6, иногда до 7-летних деревьев. Но мы это мощно вырастают? Я не знаю, как умудряется 2 метра за 5 лет вырастает. У меня за 5 лет вырастает размером с банем. Это касается абрикосов и многих других вещей. И вот получается так. Значит, потом уже мыши перестают. А пока опасность соблюдается и получается, что деготь один из способов. Вот этот способ я о нем знаю, читал. Так. Можно тряпочку намазать дегтя, можно рядом положить, можно дерево обмотать. Кто-то если мне написал, что деготь не помог, сразу сожрали. Кому верить, я не могу знать все. Еще раз говорю, для меня отравленное зерно это гарантия. Вот. Хотя я жалко этих же милых мышек. Очень жалко. Так. Уберите, пожалуйста, фоновый треск. Квадератор это не я. Ладно. Так. Это компьютер, ничего сделать не могу. Так. Сколько культурных сортов можно привить на дикую ранетку из леса? Если имеется ввиду, выросло одно дерево, дикая ранетка, да? Вот. На нем можно привить, я показывал как-то. Вот фотография даже мелькала 10 сортов. Но на другой год прекрасно дерево уже погибло сразу. Вот это не дело. Почему? Есть простое, есть два объяснения. Почему я говорю одно, один. Один, по два, один приводит в идеале. Дело в том, что есть две причины. Первая. Частичная биологическая несовместимость. Например, дикая яблоня, ну, в данном случае ранетка. Ранетки диких не бывает. Одичавшие бывают. А дикие бывают только сибирьки. Так вот, на дичавшую ранетку, вот, допустим, привит культурный сорт. Вот, один, одна, один привой. Вот, у нее, допустим, у дикой ранетки, как вы ее назвали, минус 50 мороз, а где-то с юга привезли, я так делал, с Украины, привозил прекрасную культурную яблонь. Получается, по 2 минус 50 привой минус 30 выдержит, мы надеемся хотя бы минус 40, хотя бы 35. Она при 20 замерзла. Она летом, в середине лета замерзла. Еще не даже, даже до зимы, у нее не замерзло, а погибло. Даже до зимы. Она вообще даже не проснулась. Вот, вживили эту, там, три почки, они так стоят мертвые. Почему? Биологическое, если вы хорошо плеваете, а она мертва. У меня бывает мертвая. Биологическая несовместимость полная. Вот, поэтому даже с одной уже проблемы. А теперь два, опять биологическая несовместимость, а три, а четыре. А еще культурная каждая снижает морозойкость по двое. А, допустим, вы 5 привили, 3 пошло, или все 5. Морозойкость по двое 100% будет снижена. Она будет о культуре войца. Это так называют точную гибридизацию, которую не признает наука. Вот. А она, на самом деле и так получится. Потеряли бы морозостойкость, и зачем нам пять сортов на одной? Раз. Вот этот момент. И второй момент. А это еще не все. Значит, пять, три привили. Три шва, которые потеряли мороз, через эти швы туда мороз будет проникать. Я же не говорю, что любая рана недопустима на дереве, так, потому что зимой мороз туда проникает, нет защиты. Вот. А кто-то считает, что это, как вот, резали, будем резать. Это реакция на мои, на мою учебу. Резали, будем резать. Надо еще на концу. Вот. Этого не понимает. Но даже если ран нету, даже, вот помните, там показывал, там, где с пятнышком дерево, прекрасно прижилась. Жалко, я тут его, сейчас уже не найду. Допустим, там видели, у меня прививка, я еще хвалил ее лучшей капулировкой, все прекрасно зажило. Все равно имеется, так называемый, калус, искусственная ткань. Она по морозой кости уступает на 5, на 10, на 15 градусов коре, которая тут же в миллиметре, в сантиметре. Вот. То есть, это искусственный шов, так же, как шрамы на ваших ногах. Так же, как, кто знает, у кого шрамы, серьезные раны были на ногах, нога со шрамами замерзает, быстрее ноги, когда шрамов нет. Морозостойкость нога потеряла, а вот здесь теряет морозостойкость каждое дерево за счет даже прекрасно зажившего шва, вот этого соединительного прививки. Так, следующий вопрос. вопрос. Так. Давайте, ну, мы все. Наверное, все. Здесь мы были. Все. Вопроса больше нет. Так, ну, друзья, благодарю вас за внимание. Я честно отработал. Это не работа, кстати. вот, это как в том анекдоте, когда, примерно похоже, когда жена генерала говорит, это секс, это работа или удовольствие. А жена ему отвечает, была бы эта работа, ты бы взвод солдат а я не мог его обрабатывать, мне никогда не хватало времени. И чем меньше я обрабатывал, тем лучше получались результаты. Вот. Ой, ну, что я скажу. Все, до свидания. А то еще анекдот расскажу. Желаю вам удачи. Мы с вами прощаемся. До следующей субботы. Продолжение следует...